Сегодня миллионы православных верующих отмечают грандиозный праздник, День Крещения Руси. В этом году дата юбилейная, 1030 лет. Христианскую веру народ принял во времена правления князя Владимира, ныне святого равноапостольного. Основные торжества проходят в Москве. В столицу России съехались представители 10 поместных православных церквей мира. Центром праздника стала Соборная площадь Кремля. Там прошел молебен. Впервые литургия состоялась под открытым небом, а не в стенах Успенского собора. А после литургии верующие отправились крестным ходом к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме. Там памятник молебен завершился. И патриарх Кирилл, и президент Владимир Путин несколько минут назад выступили с обращениями. Президент поздравил верующих с праздником и отметил важную роль православия в том, что оно дало народам подлинные нравственные ориентиры. Сегодня с утра в Кремле работает наш корреспондент Алексей Конопко. И сейчас он вновь выходит на прямую связь со студией. Алексей, приветствую. Вам слово. Да, коллеги, здравствуйте. Действительно, сегодня мы были свидетелями сразу двух исторических событий. Во-первых, дата 1030 лет со дня крещения Руси. Ну, а во-вторых, то, что происходило здесь. Литургия на Соборной площади, на Боровицком холме. Это происходит впервые в новейшей истории России. Что-то подобное здесь было на коронациях, на богослужениях еще во времена императорской России. Но потом, по понятным причинам, ничего подобного в самом центре нашей столицы, нашей страны не происходило. Ну, почему именно так? Наверное, потому, что очень много людей сегодня хотели быть сопричастными к этому празднику. Сюда пришли тысячи верующих. И поместиться в Успенский собор, один из главных соборов нашей страны, они бы просто не могли. Это богослужение провели совместно патриарх Кирилл и Феодор II, патриарх Александрийский и всея Африки. Ну, а после этого все эти люди прошли крестным ходом до памятника князю Владимиру. И там заканчивался уже молебен. И именно там поздравляли друг друга и президент Владимир Путин, и патриарх Кирилл, всея Руси. И он говорил об историческом значении этого праздника. В первую очередь о самом князе Владимире. О том, кто это, что это за человек был действительно в прямом смысле и в полной мере наследник викингов. Он по современным представлениям был, ну, едва ли не диким человеком. Нагрешил очень много, но потом совершенно переменился. Принял веру и уже потом, конечно, гораздо позднее стал святым, равноапостольным. Но внутри поменялся именно в тот момент, когда его осенили крестом. И по аналогии вера изменила, можно сказать, и всю страну. И об этом рассказывал сегодня Кирилл, патриарх Кирилл, поздравляя пришедших. Религиозный выбор стал выбором образа жизни и стиля культуры. Православные духовно-нравственные ценности в значительной степени сформировали национальные черты характера и многие душевные качества нашего человека. Мужество и самопожертвование, честность и совестность, сострадание и обостренное чувство справедливости. Вот наши национальные ценности и национальные идеалы. Христианская традиция стала основой для создания светской культуры, включая литературу, живопись, музыку, архитектуру. И в этом заключается поистине всемирное значение равноапостольного подвига князя Владимира. Христианскую цивилизацию невозможно сегодня представить без русского православия, границы которого от края до края земли. Сегодня день крещения отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах. Миллионы людей возносят свои молитвы равноапостольному князю о благополучии и мире в странах исторической Руси. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ. Мы знаем, что и в прежние времена и сегодня это вызывает раздражение у тех, кто хотел бы видеть мировой ландшафт идеально постриженным газоном. Но там, где газон, не могут свободно развиваться растения. Как об этом замечательно сказал Николай Александрович Бердяев, На газоне нет свободы, но свобода там, где каждое растение развивается в меру своих сил. Князь Владимир вспоминал сегодня и президент страны, этот день, и его дезаименитство. Ведь сегодня еще и день памяти святого равнопостального князя. Как человек государственный, Владимир Путин, конечно, говорил о государственном, социальном, историческом значении того выбора, который сделал князь в 988 году. Ну и действительно, крестьянская вера дала нашей стране не только государственность, не только духовное единение народа, но и позволила развиваться и совершенно по-новому. Здесь можно говорить и о культуре, в том числе зодчество и художественное дело. Это, конечно, иконопись, которая сейчас известна по всему миру и является достоянием мировой художественной культуры. Это, конечно, и грамотность, которая приходила вместе с книжными монахами в деревне, и таким образом образовывалось и все население. Ну и, конечно, это те, можно сказать, моральные принципы, которые приобрела наша страна, наш народ, и то, каким он стал сегодня, конечно, во многое, то, те качества, какие он приобрел сегодня, не могли бы, наверное, появиться здесь без христианской веры. Крещение – это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами. Конечно, всё это было непросто. Но православие сделало то, чего раньше не было. Оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе. Крещение обратилось к веч с вечным призывом к милосердию, к добру и любви. И этот призыв был услышан. Крещение Руси открыло её народам подлинные нравственные духовные ориентиры. Как отметил мыслитель и философ Лев Гумилёв, крещение дало нашим предкам высшую свободу, свободу выбора между добром и злом. А победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю. О землях, о странах, прошу прощения, сущих на землях Руси. Так говорил сегодня патриарх Кирилл в молитве, завершая молебен, торжественный молебен по случаю тысячетридцатилетия крещения Руси. И действительно, сегодня православная церковь объединяет народы совершенно разных государств. РПЦ — это наследница той самой Святой Руси. И сегодня этот день празднуют не только по всей территории России, но, конечно, и в Белоруссии, и на Украине. Празднуют в Молдавии, Приднестровье. В Луганске накануне пять тысяч человек вышло на крестный ход. Ну а в Киеве четверть миллиона. Но надо сказать, что именно на Украине сейчас с церковью не все хорошо. Там есть униаты, есть и раскольники, которые призывают отделиться от русской православной церкви. Этого, как говорил не раз уже патриарх Кирилл, допустить, конечно же, нельзя. Это вызовет разобщение народов. Но, тем не менее, не могли вот эти радикалы помешать огромному количеству людей, сторонников единства церквей, выйти в Киеве на улицы города с иконами. И сегодня здесь, в Москве, праздновали не только россияне, не только украинцы и белорусы, а здесь, на Соборной площади, были и паломники из этих стран, но еще и представители десяти поместных церквей. Это две трети всего православного мира. Сюда приехал и предстоятель Африканской церкви, патриарх Александрийский Феодор II. И он тоже призвал к миру и преодолению расколов. Церкви, мы молимся о вас. Мы молимся, чтобы мир пришел к благородному украинскому народу, потому что вы единый народ. Вышли из единой купели. Откуда пришло православие? Желаю, чтобы Господь даровал вам все блага, прежде всего, многое вам неблага и лето. Спасибо, Господь, Господь. И слава! Ну а грандиозное празднование здесь завершил колокольный звон. Начиная отсюда, с Ивана Великого он распространился по всей Москве и по всей стране. И таким образом, миллионы верующих в один момент смогли встретить эту дату. Коллеги. Спасибо, Алексей Конопко. Был на прямой связи с Соборной площади Кремля, где сегодня прошла литургия под открытым небом.